Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии речь пойдет о топ-5 трюках в Excel. Первый трюк, который мы рассмотрим, это будет перемещение по области таблицы. Ctrl вниз, Ctrl вправо, Ctrl вверх и Ctrl влево. Это, соответственно, перейти на крайние значения таблицы влево, вверх, вправо и вниз. По тому же принципу у нас работает и выделение. Ctrl-Shift вправо, это выделить строку до конца вправо. Ctrl-Shift вверх, если мы нажмем сразу, у нас выделится полностью область. То есть полностью область строк и столбцов уже заполненных. Для того, чтобы нам выделить сразу область, мы можем нажать комбинацию клавиш Ctrl-A. Следующий пример, который мы рассмотрим в данном уроке, это будет суммирование по разным таблицам. У нас есть три таблицы, которые находятся в разных листах. Допустим, это 2016, 2017 и 2018 год. Если мы зайдем в лист итог, напишем формулу сумма и зайдем в первый лист 2016, выделим ячейку, откуда будет начинаться суммирование. Поставим указатель на 2018 год и зажмем клавишу Shift. Протянем результат вниз и вправо с помощью указателя автоматического заполнения, который находится в правом нижнем углу ячейки и получим результат трехмерной формулы. Следующий пример, это пример построения прогнозов. Мы выделяем данные за 14 недель, заходим в данные, лист прогнозов. И у нас строится прогноз, который показывает три вида графика. То есть график оптимальный, график нисходящий и восходящий. Также мы можем переключить в параметрах график на гистограмму для более детального анализа по каждому из столбцов. Следующий пример, это использование функции сумм если, которая помогает нам просуммировать данные по условиям. Первое, мы уделяем диапазон условия, в данном случае это местец самого условия, это январь. И диапазон суммирования, в котором будет проходить сумма. Нажимаем вот и получаем результат. Если нам необходимо суммировать по нескольким условиям, то есть допустим и по наименованию, и по февралью, нам достаточно писать функцию сумм если множественная. Выделить первый диапазон, в котором будет суммирование. Далее диапазон условия 1 это месяц. Условие 1 это январь. И соответственно диапазон условия 2 это наименование. Диапазон условия, и само условие это 3,4 товара. Видим результат, проверяем, все верно. Следующий пример, который мы рассмотрим, это функция если ошибка, которая дает возможность убрать ошибку до ее появления. Пример, мы заходим в ячейку и перед ячейкой пишем если ошибка, дальше после формулы точка запятой, значение если ошибка. В данном случае это 0. Закрываем, протягиваем вниз и мы видим, что ошибка даже в итогах убралась. На этом все, с вами был Алексей Полянский. Подписываемся на канал, ставим лайки. До связи. Подписываемся на канал, ставим лайки.